Всем привет, народ! Воскресенье! А это значит, что сегодня обязательно должен выйти обзор на доставку на моем канале. Обзор чертовски интересный. Очень многие, огромное количество людей меня просили сделать обзор на питерскую доставку Ями-Ями, которые теперь работают и в Москве. И долгое время Ями-Ями не возили ко мне домой. И тут я захожу, я так периодически смотрю, где что там, кто начал возить, кто новенький появился. И Ями-Ями ко мне теперь возят. Не знаю, они то ли кухню открыли, то ли зону просто расширили. Короче, факт в том, что сегодня на обзоре Ями-Ями. Судя по фотографиям, доставка крайне перспективная. Там должен быть свежий лосось, там вполне адекватные цены, там вообще все хорошо. У них есть роллы, у них есть пицца, у них есть воки, есть горячие несколько блюд. Есть фирменные даже наборы. То есть, в принципе, ассортимент Ями-Ями такой, знаешь, который, блин, должен порадовать людей. После огромного количества посредственных доставок, я надеюсь, что сегодня мне повезет. И я поставлю галочку, такую плюсовую жирную зеленую галочку напротив названия Ями-Ями. И у нас появится еще одна хорошая компания. Но это будет позже. Сейчас пока ждем доставку. Обещали за час пятнадцать привезти. За час двадцать справились Ями-Ями. Красавчики. Ну, пять минут опоздания от заявленного вообще не считается. И в принципе, это быстро. В принципе, это быстро. Давайте посмотрим. Ух, все симпатично, красиво, посмотри. Давайте посмотрим температуру. Пицца 32 сантиметра. Вот здесь вот есть описание. Все по красоте сделано. Пицца 4 сыра. Довольно симпатично выглядит. 41 градус. Конечно, быстрая доставка не спасла эту пиццу от остывания. Она остывшая. Так, что у нас есть еще? Паста карбонара. Паста карбонара. Она погорячее прям явно. 45 градусов. Ну, в принципе, съедобно. Как бы, ну, понятное дело, что может быть и погорячее, но съедобно. Пакетики крайне симпатичные. Милые. Бирюзовый. Бирюзовый цвет напишите в комментариях. Я не знаю, как правильно. Или зеленый, или голубой. Ну, бирюзовый, по идее. А, здесь еще что-то горячее. Ах, это том-ям. И он, к сожалению, подрастекся. Надо было им, конечно, в какой-то еще пакет упаковать, потому что в таком виде не совсем приятно. Давай посмотрим температуру. Запах идет приятный. 55 градусов. Том-ям горячий, вопросов нет. Но очень хорошо, что хотя бы вот этот пакетик у нас в том-яме был. Он немножко защитил все остальное. Так, и вот здесь роллы. Кстати, у них есть отличная фишка. Прям огроменный лайк. Ты можешь поставить галочку с просьбой упаковать роллы отдельно. То есть каждый ролл отдельно. И они кладут вот в такой вот прикольный тубус. Первый раз такое вижу. Это очень красиво, очень здорово. Мне пока нравится то, что происходит. Люблю я открывать хорошие места. Филадельфия. Запеченные роллы. Вот они. Они приехали немножко под наваленными друг на друга. Но не критично. Не критично, ладно. К этому придираться не будем. Здесь напиток. Целый литр компота. Температура этого литра. Ну, видно, что он прохладный. На нем даже есть такая изморось. 14 градусов. Отлично. Здесь еще дополнительная комплектация. Соусы, васаби и всякое. Смотрите, что нам дают. Я заказал на четверых людей. Соответственно, и комплектация должна быть на четверых. Итак, вот комплектация. Посмотрите, очень богато. Соевый соус, имбирек. Здесь у нас салфетки с палочками. Там еще какая-то жвачка. Жвачку добавили. И большие, большие приятные салфетки. И еще одна комплектация. Тоже дополнительно с палочками. На этот раз нет ложки. Но в целом очень круто. Вот это, конечно, точно лайк. Ну, давайте разбираться в этом великолепии. А я это говорю не просто так. Мне действительно нравится то, как это пока выглядит. Как это подано. Это клево. Не, я слышал, что Ями-Ями вроде как достойные ребята. И я буду рад, если это подтвердится сейчас по всем фронтам. Еще начинать. Холодные роллы я отложу. Они дождутся своей очереди. Начну я с пиццы из карбонары. Потому что они больше всех остывают. Интересно, еще какая-то коробочка в комплекте. Что-то типа уксуса. Я не знаю, куда добавлять. Никакого мануала нет. Будем разбираться, значит, по ходу дела. Пицца 4 сыра. У них стоит 630 рублей. Это большая считается пицца. У них есть раздел. Большая пицца и маленькая пицца. Весить пицца должна 720 граммов. Мы сейчас сквозь том-ям это все проверим. Весит 742 с коробкой. Ну, такая коробка на самом деле весит граммов 50 сама по себе без пиццы. Как бы мы можем зафиксировать небольшой недовесик. Ну, да ладно. Судя по описанию, здесь сырный соус. Сыр горгонзола. Сыр моцарелла. Пармезан. Тесто для пиццы. Это прекрасно видно. И моцарелла в рассоле. То есть, такая мягкая, мягкая моцарелла. Ну, плохо, конечно, что она подостыла. Но, тем не менее, смотри, она мягенькая. То есть, нет такого, что она превратилась в сухарь. Тесто вполне себе симпатичное, несмотря на то, что оно довольно обычное пирожковое. Но запечено хорошо. Выглядит приятно. И начинки вроде бы нормальны. Давай попробуем. Сразу видно, что мало горгонзолы. Подложка на пицце. Причем тоже фирменная, ями-ямерская. Никакого восторга от этой пиццы нет, могу сказать так. Она нормальная, в принципе, съедобная. Но не более того. Есть гораздо вкуснее пицца 4 сыра. То есть, здесь вот начинки положено не так много. То есть, она чуть-чуть суховата. Есть такое ощущение. И не хватает яркости вот этих вот сыра с голубой плесенью. Его здесь крайне мало. То есть, это все-таки можно воспринять, как просто обычная сырная пицца. Это не умаляет ее достоинства. Она, в принципе, нормальная. То есть, ну, придраться как бы не к чему. Кроме того, что она чуть-чуть суховата. И немножко как бы, ну, не 4 сыра, что ли. То есть, нет вот. Нет вот этой вот сырной кайфовости. Несмотря даже на сырный соус, который они в эту пиццу положили. Я без восторгов. Я бы себе эту 4 сыра брать бы не стал. Мне не совсем она зашла. Так. Давай посмотрим карбонару. Очень мне нравится упаковка у них. Упаковка прикольная. Внутри фольгированная. То есть, я не знаю, может быть, это Дуэко делает. Или какой-то другой производитель. Раз ребята себе заказывают вот такую вот упаковку, да, фирменную. Я полагаю, что у них объемы продаж очень хорошие. Потому что заказывать брендированную упаковку могут себе позволить только заведения, в которых действительно огромное количество продаж. И они могут себе позволить... Или огромный склад. Они могут позволить себе сразу заказать там, ну, там, 100 тысяч, 200 тысяч экземпляров каждой из коробочки. Вот. Можно только порадоваться за Ями-Ями. Люди, значит, их любят. И, кстати, как правило, коробка не удорожает себестоимость продуктов. Потому что, когда ты покупаешь в больших объемах, она стоит даже порой дешевле. Вот такая брендированная упаковка. Нежели там небольшие сушильни покупают упаковки в меньших объемах и не брендированных. 380 граммов. Должна весить карбонара. Опять недовес. Ями-Ями. Что за дела? Минус коробочка такая. Где-то граммов 20 весят. Ну, здесь недовес довольно существенный. Ну, ладно. Ладно. Будем надеяться, что дальше не будет недовесов. А вилок, походу, нет. То есть, тут палочки, тут ложка. Я не вижу вилки. Ладно. Возьму свою вилку. На такое количество пасты здесь, в принципе, довольно много соуса. Ну, вот явно. Когда я говорю мало соуса, я говорю, что вот не столько. Здесь соус оположенный хорошо. Каждая колбаска, спагетти, оно в соусе. Поджаренный бекон. Тут именно бекон. То есть, никакая не ветчина, ничего такого. Именно прям бекончик-бекончик. Видно, какие-то травки накиданы. Здесь даже есть веточка. Видимо, тимьян это. Он же чабрец. Ну, точно не розмарин. Недешевое, кстати, удовольствие. 390 рублей стоит паста. Как мы с вами знаем, макароны не стоят ничего. Но при этом цена такая. Да, это был тимьян. Хороший такой привкус дает. Очень мне нравится. Значит, что хочу сказать. Макароны, честно, вот такой формат пасты очень толстый. Мне не нравится в карбонаре. Мне нравится, когда карбонар из более тонких макаронов делается. Ну, пасты, точнее. Макароны это один из видов пасты. То есть нельзя все макаронные изделия называть макаронами. По идее так. Вот. Тем не менее, соусы нормально. Соус вкусный. Сливочный. Опять-таки, сливочный соус. Вот, апологеты без сливочной карбонары. Что вы скажете? Ну, вот видите, ями-ями делает со сливками. И я абсолютно, абсолютно, абсолютно одобряю такой вариант. Ну, что, бекон есть. Соусы нормальны. Макарончики, чисто по моему вкусу, я бы все-таки сделал меньше. Потому что они, ну, ты ешь, знаешь, очень, очень как-то крупно. То есть ты так вязко жуешь эти макароны. И, ну, хочется, хочется, конечно, чуть-чуть понежнее это блюдо видеть и чувствовать, нежели оно получилось у ями-ями. Ну, 390 рублей, это, конечно, оверпрайс за такой, за такую порцию карбонары. Очень небольшую порцию карбонары. Потому что когда ты там покупаешь ВОК, да, там, ну, за те же, ладно, 390 рублей, хотя в ВОЧных обычно дешевле. У тебя порция гораздо больше, то есть, ну, не такая, не 300-граммовая, там под полкило тебе будет еды с соусами, с начинками и так далее. Это, конечно, скромновато. Ну, ребята делать могут. Факт, 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 факт. Ладно, у нас еще кое-что теплое осталось. Вот это роллы, которые я изначально, ну, чуть-чуть пожурил за то, что они подразвалились, что-то подупали. Но это, на самом деле, мелочи. В целом тут нет ощущения, что тут какая-то каша нормально сделана. Это ролл запеченный с лососимой угрём. Цена, кстати, тоже оверпрайсовая. Для запеченной роллы, они вообще, ну, вот в моей психологии, они должны стоить дешевле, чем роллы с холодной охлажденной рыбой. 500 рублей за ролл. М-да. 320 граммов. Должен весить. Опять недовес. Ну, как так? Ями-ями, минус коробочка. Странная тенденция, странная тенденция к недовесам. Да, некоторые, короче, считают. Я-то, блин, девчонки идут в Инстаграме у меня, ну, можете в Инстаграм, кстати, мой, подписывайтесь обязательно. Тоже они занимаются обзорами ресторанов, и они тут осуждали меня за то, что я что-то взвешиваю. Ну, а как? Как не взвешивать вообще, да? Вот я отдаю деньги целиком. Я за этот заказ должен был 5 тысяч рублей, я отдал 5 тысяч рублей. Я же не отдал 4 с половиной. Ну, согласитесь, если бы я отдал 4 с половиной, меня бы спросили, чувак, почему так? Так, вот, поэтому и я, как потребитель, должен получить за эти деньги полный товар, вот, ями-ями. Поэтому вы мне здесь где-то полтосик должны, рублей 40 уж точно. Так, ну ладно. Тем не менее, выглядит симпатично, ходит и под развалено чуть-чуть. Жвачка, зубочистки, боже мой, это прекрасно. Палочки скругленные. Огонь, никаких заусенцев, ничего, все, класс. Можно вот так вот, можно вот так вот делать и не бояться получить заносов, как от дешманских. Так, давайте посмотрим их имбирь, васаби и, а где васаби? А, вот васаби. Имбирь и васаби они кладут вот в одинаковые баночки. Имбиря наложено вроде нормально для баночки, конечно, васаби кажется, что маловато. Но в целом на заказ они расходников дали дофига, я абсолютно, абсолютно страдать не буду. Маленький чуть-чуть язычок. Ну слушай, не, баночки определенно удобные, мне нравятся. Имбирь белый, за это просто лайк в карму автоматом. Белый имбирь вкусней всегда. Ммм, очень вкусный имбирь. Ммм, прям гостовский, идеальный имбирь. И он не покрашен ничем, никакими красителями, ничего там такого нет, натуральный цвет имбиря. За белый имбирь прям обнимаю. Ну он, конечно, тоже может испортиться, имбирь портится довольно быстро, может закиснуть. Вот, только зубами. Шикарный васаби, острый, все как мы любим. Так, и соевый соус. 40 граммов. О, яблоко Санкт-Петербург. Что они туда добавляют? Вода, соевые бобы, пшеница, соль, сахар, консервант, сарбаткалия, бензоат, натрия. Срок хранения 6 месяцев. Сделан он в мае, 1 мая, ребята. Я, естественно, сделаю классический замес. Многие роллы едят, вот как я, вот так вот. Потому что я знаю, что есть люди, которые меня осуждают за такие замесы. Типа, кто-то любит положить васаби на ролльчик, макнуть соевый соус по науке. Мне нравится, когда вот острый соус, когда острый соус пропитывает ролл. Я макаю, мне кажется, как большинство русских людей. Ну, ролл макаешь. Пока он до дна опускается, можно, значит, макать. А не так, знаешь, там, кусочек рыбки, вот это как все. По фэншую, как по правильному, типа. В этом ролле, очевидно, угорь замешан сверху. То есть, вот в этой шапочке как раз угорь с мазиком. А, хотя нет, тут же и лосось. Видно, что лосось тоже с нами. А с другой стороны ролла сливочный сыр, авокадо, вроде бы и огурец. Ну, что, роллчики вроде даже держатся. Несмотря на то, что они чуть-чуть перевернулись, но держатся. Так. Вот эта вот шапочка не чувствуется совсем. Не, вот отдельно ешь, чувствуется угорь. Но когда ты его целиком кушаешь, конечно, теряется вот эта шапочка. Потому что количество рыбы на весь остальной объем ее маловато. Я могу отметить несколько плюсов этого ролла. Во-первых, чувствуется действительно все-таки... Причем не угорь. Обычно угорь он доминирует. То, что угорь он в сладком соусе, подкопченый. Он доминирует над остальными вкусами, как правило. Здесь же все-таки лосось. Потому что он из-за того, что это ролл запеченный. Лосось приготовился. А лосось под запеченный лосось, он прям раскрывается во вкусе. То есть, если он сырой, он такой нежный, такой еле-еле уловимый рыбный свежий вкус. То готовый лосось, он прям яркий вкус имеет. И совершенно другой. То есть, сырая рыба и приготовленная рыба в плане вот семейства лососевых. Ну, семка, форель и так далее. Она, конечно, отличается. Это совершенно два разных вкуса, как небо и земля. Ну, и мясо вообще тоже отличается. С мяса приготовить, оно тоже будет другое по вкусу. Короче, это нормально. Вот я к чему. И здесь вот этот запеченный лосось, он прям хорошо чувствуется. То есть, ну, по сравнению с угрём. Ну, а в целом, такой ролл, конечно, ну, он, я не знаю, он просто не имеет права, стоит 500 рублей. То есть, там, у них Филадельфия. Филадельфия стоит 420, кажется. И вот этот ролл 500 рублей, понимаешь. Ну, никак тут количество рыбы не сопоставимо с ценой, никак. Такой ролл съесть можно. И я его, в принципе, блин, съем с удовольствием. Ну, а цена. Меня будет расстраивать, когда я буду есть, я буду смотреть, что он стоит 500 рублей. А это всего лишь запечённый с шапочкой ролльчик. Он, мне кажется, должен стоить, ну, рублей 420. Вот так. Ну, по моим ощущениям. Так, опа, давай морсика бахнем. Литр морса стоит 200 рублей. Я считаю, это очень адекватная цена. Я клубника и черника выбрал. Нельзя брать такой морс, потому что, ну, знаешь, у него очень ненасыщенный. То есть, кажется, что вроде бы он такой весь из себя красненький. Но вкус, ну, видимо, из-за того, что ягоды. Всё-таки клюква, там, брусника, они более яркие по вкусу. И там больше сока. Ну, то есть, блин, морс же это что? Это вода и выдавленный сок ягод тех или иных, правильно? Это не компот, не варёный, ничего такого. Ну, судя по всему, они действительно стараются выдавливать вот эту мякоть. И добавлять всё-таки в охлаждённую воду. Ну, или не очень горячую. Это похоже на морс, но вот концентрация ягод, она слабенькая. То есть, вот клубника и черника, очевидно, не совсем подходят для морсов. Короче, блин, мне не понравилось. Лучше тогда взять, по-моему, у них есть просто клюквенный морс. Наверное, клюквенный был бы лучше по вкусу. А это так, получается, водичка, знаешь, с привкусом. Так, ну что, ладно, том-ям. Ну, пока он горячий, ставим на потом. Судя по всему, хороший том-ям. И посмотрим ролчики. Давай, давай начнём с Филадельфии. Так, Филадельфия упакована вот в таком виде. Другие роллы в длинной тубе. Филадельфия вот в такой вот бомбочке. Приготовлено 3-го, 0-6-го в 15-37. 0-28 граммов. 280 граммов. Они заявляют Филадельфию. Давай мы это сразу же и протестим. 280 граммов. О, вот здесь вот нормально соблюли. И сразу очень приятно наблюдать явно хорошую рыбку сквозь это окошко. 420 рублей стоит Филадельфия. Это очень адекватная цена за ролл. Судя по всему, вот с такой вот хорошей рыбой. Давай смотреть. Ой, слушай, эти коробочки даже ещё дальше раскладываются. Посмотри. Можно бесконечно раскладывать коробочки. От ями-ями. Видно, что они несколько небрежно выложили слой риса. По задумке он должен быть тонкий, но они его сделали в некоторых местах настолько тонкий, что он вот на грани. Начинка прям должна вывалиться. Вот, вот. Но за задумку определённо лайк. Так аккуратненько. Не очень большие роллы. То есть есть и больше те же там какие-нибудь вкусные суши. Мне кажется, у них больше по размеру. Это где-то примерно как Достоевский. Вот в таком формате. Рыба тут граммов 70-80. Риса, наверное, соточки. Ну и остального всего подряд. Авокадо. Авокадо обычный. Обычный подваренный авокадо. Нормально. В принципе, неплохо чувствуется. Не хас, короче. Не самый топовый авокадо. Ну давай. Вот я как макаю. Дна касаюсь, значит макнул. Вкусный сыр. Свежая рыба, которая чувствуется. Причём, ну, она чувствуется именно как рыба. То есть понятное дело, что никакой не копчёный, не жареный лосось. Он чувствуется нежненько. Нежненько. Вроде бы рис даже у них хорошо сварен. Абсолютно никаких претензий к этой Фильке нет. Вкусная Филадельфия. Достойно сделана с достойной рыбой. Всё. И цена 420 рублей. Это прям адекватно. За этот вес вполне себе нормально. Они делают ещё сеты спайсиков. А я считаю, что спайси вообще надо продавать именно в таких сетах. По 4 штуки. Сеты по 4 штуки. Вот такие вот спайси гунканчики. 160 граммов они должны весить. 160 с коробочкой, блин, у коробочкой минус 15. То есть очевидно, что по задумке у них спайси должны весить по 40 граммов. Но я вангую, что они весят грамма 32-35. А скорее всего даже 30. Вот. 35 граммов один спайсик весит. Надо им подправить граммовки. Опять-таки придирка. В принципе все вот эти вот спайси роллы делаются примерно 35-40 граммов. Меньше 35 граммов уже будет совсем маленькая штучка. Больше 40 это будет огроменная штука. Поэтому ну вот 35-40, ну конечно, блин, когда ты заявляешь, заявляешь 40, делаешь 35, такое себе. С угорьком и с лососем. Вкусный нори. Прям такой насыщенный водорослевый вкус. Это приятно. Ну в принципе вкусно. У них вот спайсик нежный, нежный такой. То есть он не очень острый, согревающий, спайси. Приятно сделанный. Ну и в принципе вот эти сушки сделаны аккуратно и приятно. Единственное, что расстраивает недовесы. Ну у них получается, кроме Филадельфии, пока были везде недовесы. Какой-то еще запах такой интересный. Знаешь, как не имбирь. Ну типа того, типа имбиря запах. Ну по идее нет имбиря. Странно. Ладно. В общем, это стандартные. Это стандартные роллы. Но у них есть еще целое меню. Целое меню эксклюзивное. Я каких-то роллов поднабрал. Будем смотреть. Вот так все запечатано. Очень, ну просто как вот какой-то десерт, знаешь как. Пирожные. Макарон с вазбуки вкуса упаковывает. Вот так же упаковывают. Ямушки вот эти суши. Вот это меню называется у них концепт. То есть меню типа от шеф-повара. У них есть стандартные роллы. Их не так много. Вот опять-таки там Филадельфия, Калифорния. И есть целое концепт меню. Там есть и роллы, и поке, и тартарчики всякие. И даже пицца какая-то рыбная тоже относится к этому меню. Меню называется концепт. И там необычные сочетания вкусов. Хочу кайфануть. Давай начнем вот с этого ролла. Это лосось с соусом манго. Соус манго уже нам попадался недавно в обзорах. 390 рублей стоит этот ролл. 6 штучек, 205 граммов. Но там в обзоре, насколько я помню, он во вкусе не играл никакой роли. Тот же самый лосось. Но это, конечно, очень интересно. Потому что в описании лосось, нори, сливочный сыр, рис для суши, виноград, икра масаги. Ростки подсолнуха, где они? Непонятно где, но не важно. И соус, короче. И сверху этот цитрус. Блин, вот тайский, забыл, как называется. Как называется вот этот цитрус? Напишите в комментах. Кумкват? Не кумкват. Короче, ладно, с вас комментарии. 270 граммов этот ролльчик должен весить. О, аллилуйя. Ями-ями довесили. Вот здесь вот даже, наверное, перевес. Минус коробочка, да. Ну, давайте изучать, изучать фантазию шефа Ями-ями. Эй, эй, блин, скользкий соус. Сложно взять палочками. Практически невозможно взять палочками. Итак, сверху тот же самый лосось, нарезанный так же, как в Филадельфии. Довольно нормальный кусок. Внутри масага, сливочный сыр. И вон он, этот самый виноград, который нам обещали. И сверху налит манговый соус. Ох уж эти концептуальные меню. Ну, мне нравится. Выглядит ролл шикарно. Цену я вам пока не говорю. И, в общем-то, сам даже не помню. Специально, чтобы сначала оценить кайф от него. Да, кумква тут называется. Вот. Так что можете уже не писать, отменяется. А те, кто написал, оставьте уже комментарии. Сразу просто я почему-то полез смотреть. Кумкват очень яркий. По вкусу цитрус. Он, причем, еще немножко какой-то засахаренный. Такой приятный, конечно, кумкватик. Первый вкус, который ты просто подносишь, как бы, съесть этот ролл, да. И у тебя сразу, еще даже ты не начал жевать, у тебя сразу аромат вот этого цитруса. Что касается манго. Мангового соуса, то он, как раньше не чувствовался. Так и в этих роллах не чувствуется. Вот где мы его пробовали, он как-то теряется всегда. То есть здесь и так довольно много вкусов. Забавных, забавных, интересных, сладких вкусов. А в то же время ароматных цитрусовых вкусов. То есть этот ролл такой любопытный. И, в общем, манго теряется. Манго теряется, потому что там и так есть приколюхи. Значит, мне понравился. Мне понравился этот ролл абсолютно точно. Вот этот виноградик. Такая хлопающая сладость внутри. Сверху кумкватик. Рис, лосось. Все это очень хорошо. Все это очень хорошо. Ролл прямо одобрен. Так, теперь смотрим, сколько стоит. 520 рублей, я считаю, нормально. Я считаю, нормально. Интересный ролл. Ну, просто, ну, он реально любопытный. То есть 500. Понятное дело, ты каждый день там не будешь есть. Лучше там Филадельфию заказать, да, за 420. Чем каждый день есть роллы. Но для разнообразия вот такие роллчики, это прикольно. Реализовано хорошо, по вкусу симпатично. Так, второй ролл тоже из концепт-меню. Авокадо Неро. Сверху авокадо очень тонко нарезан. Там прямо видно, что просвечивается черный рис. Ну, черный рис, он такой, что он вообще через что хочешь просветится. Вот здесь они по весу, кстати, заранее не заявляют большие какие-то веса. 245 граммов. И я уверен, я уверен, что этот ролл соответствует 245 граммов. О, 100 пудов. Ну, там, да, я думаю, что да. Абсолютно все коробочки. Даже эти коробочки раскладываются вот в такие мини-тарелочки. Этот ролл стоит тоже 520 рублей. И в нем заявлен Камчатский краб. Внутри действительно есть краб. Это прям очень радует. Авокадо очень-очень тонкий. Я не представляю, как они его нарезают. Но, тем не менее, он аккуратно тонкий. Знаешь, не разваленный. Так. Небольшие роллчики такие. Ну, просто... Кайф. Мне очень нравится. Здесь феноменально. Чувствуется вкус краба. Он вообще нигде не потерялся. Краба там, ну, не прям какой-то фонтан, да. Такой ролл небольшой. Но из-за того, что он был бы больше, а краба столько же, он был бы невкусный. А здесь количество краба, количество краба ровно такое, ровно такое, чтобы ты почувствовал его. Очень хорошо рассчитан на крайне симпатичный ролл с черным рисом. Покрашенный, наверное, чернилами каракатицы. Я уже даже не могу не сказать вкусный, вкусный, отличный ролл. Хотите краба за 520 рублей? Прямо обязательно брать. Ямушки Малосом. Слушай, концепт-меню, концепт-меню. Видишь как? То есть они постарались, посочетали вкусы. И это действительно, действительно интересно. И вот этот еще один ролл. Блэк Миндаль. Черный Миндаль. То есть это ролл с черным рисом, покрытый лепестками миндаля. Ролл с миндалем. Я такого еще не видел нигде. Этот ролл еще меньше 225 граммов. Тоже все окей. Ну то есть ты не заявляй. Больше веса изначально. Заяви сколько есть. Или даже чуть-чуть меньше. И без вопросов будет норм. Так, по рыбной составляющей. Там внутри должен быть угорь. Угорь это, конечно, поскромнее, чем камчатский краб. Но, тем не менее, тоже рыба. И болгарский перец. Вот что внутри этого ролла. Немножко странный такой фиолетовый цвет сыра. Но это, видимо, от краски. Черная краска. Вообще, в принципе, какое-то ощущение фиолетовости от этого риса. Уникальное. Внутри угоря он прям виден. Это не какие-то обрезки. Хороший кусочек угря. Болгарский перец. Сливочный сыр. И сверху лепестки миндаля. Я люблю поджаренную миндаль. Поэтому, я думаю, мне это понравится. Сладкий угорь. Болгарский перец. Авокадо. Вкус миндаля, вот, как кумкват в первом роли. Он прям первый такой пошел, знаешь. Яркий ореховый вкус. Потому что миндаль поджаренный. Из-за этого, конечно, вкус раскрывается. Ореха. Блин, тоже изумительно. Я ничего не могу сказать. Офигенный ролл. Вкусный. Сочетание шикарное. Болгарский перец. Я его не люблю в сыром виде. Но он иногда максимально в тему. Вот в этом ролле он прям в тему. То есть, он свой аромат дает. Авокадо какую-то жирность определенную. Сливочный сыр хороший. Угорек сладенький тоже в тему. Угарь, миндаль. Все это уже отлично сочетается. Иногда вот всякие, знаешь, концептуальные меню. Они граничат с какой-то фриковостью. То есть, ну, с какой-то жестью. Там начинают придумывать какие-то экстравагантные очень штуки. У этих ребят действительно гармонично получилось. То есть, они сделали так, чтобы это сочеталось. Блин, за это прям... Как аплодирую стоя, но сидя. Вот так вот. Так, у меня еще есть Филадельфия. Филадельфия с угрем. Это обычное меню. Я взял эту Филадельфию для того, чтобы просто посмотреть, как они угря нарезают. Это единственный ролл с угрем у них. 280 граммов этот ролл должен весить. Весит 280. 15 граммов на коробочку берем. Вот. Вот здесь вот соблюли. То есть, Филадельфию и Филадельфию с угрем они отработали как нельзя лучше. Все шикарно по весу соблюдается. Так. Как мне нравятся коробочки, из которых можно сделать все, что угодно. Но я все-таки, несмотря на то, что я хотел угря посмотреть, а угря мы уже посмотрели, они абсолютно адекватные кусочки угря кладут. Никаких вопросов. И свернуто аккуратно, осторожно. Все, как мы любим. И здесь слой риса абсолютно адекватный, ничего не разваливается, все держится. Все огонь. Просто фиксируем, что все огонь. Суши и роллы ями-ями готовить точно умеют. Крутить они точно умеют. Какие-то маленькие недостаточки. Ну, в плане вот там скрутки, где-то там что-то риса не разложили. Это все на самом деле мелочи. Сам факт в том, что эти ребята абсолютно-абсолютно порядочно относятся к нам. К вам, вот кто у них заказывает. Они делают годный продукт. Видно, что стараются, следят за качеством. Красивые коробочки. Интересное меню, любопытное вот это вот, концептуальное. Не могу вообще ничего плохого сказать про них. Ладно, ну давай том-ям, если еще окажется, что и том-ям у них классный. Ароматы отличные. 465 граммов должен весить том-ям. Блин, ну тоже вот легкий недовес, то есть минус коробочка. Здесь, конечно, есть недовесик. Не катастрофический. Я, с вашего позволения, возьму свою ложку, потому что вот ложка, которую они в комплект дают, она, конечно, маленькая. Эта ложка так, чай мешать. Коферлайм листики. Тут у нас грибы-вешенки, они кладут вешенки. Это нормально, можно шампики, можно вешенки. Креветки, честно говоря, маленькие, то есть, ну у них с другой стороны в описании не заявлено, что они какие-то королевские. Поэтому нормальный. Так, опять, опять раковина. Опять раковина, причем со снятой мидией. Блин. Мидию сняли, раковину-то нафига оставили. Зачем? Убираем раковину и ищем саму мидию. Где мидия-то? Тут много грибов-вешенок. Где-то, наверное, три креветки мне попадалось. А, вот она. Вот она сама мидия. Маленький моллюск. Состав. Лист лайма, креветки, галангал, молоко кокосовое, кинза, бульон, тум-ям, томаты черри, мидии, грибы. А, 430 рублей стоит тум-ям. В принципе, за такой объем адекватная цена. Давай попробуем. Бульон тум-ям говорит о том, что они воду с пастой тум-ям размешали. Ммм, вкусно, слушай. Ну, то есть, не использовали бульон никакой. Ни куриный, ни говяжий. Да, так и есть, но очень-очень гармоничный вкус все равно получился у них. И, правда, вкусненький тум-ям. Немножко по начинке. У меня есть вопросы, и хотелось бы, конечно, все-таки к тум-яму какую-то комплекташку в виде риса. Но рис, он больше сделан для того, чтобы заедать, когда тебя сильно жжет организм. Вот, здесь же такой, знаешь, острота очень умеренная. Европизированный тум-ям. Но, тем не менее, ароматы. Вот эта вот тум-ямовская фишечность, она в нем присутствует. Нормально сделана, то есть, нормально положена паста тум-яма. Вот эти листики накиданные, все, что нужно, и галангал, и кофер лайм. Все прям хорошо, все отлично чувствуется. Я бы такой тум-ям брал, 430 рублей. Ну, может быть, за 430 рублей хочется, и говорю, чуть пополнее комплектация, и чуть побольше, может быть, начинки внутри. Креветка побольше. Ну, что-то, что-то, что-то вот такое. Но, тем не менее, тум-ям вкусный. Так, у нас осталась загадка, кстати. Вот, смотрите, у меня осталось два соуса. Какие-то странные два соуса. Один, один непонятно к чему, и второй непонятно к чему. Первый, вообще, судя по всему, к шашлыку. Вот, это какой-то соус, типа, отжички. А второй, это что? Это уксус, наверное, нет? Нет, это бульон. Это бульон. А к чему он? Это я, наверное, подожди, это, наверное, к тум-яму. То есть, вот это, это бульон. Куриный. Единственное, что он, мне кажется, на кубике. На кубике. Вот. И это что-то такое. То есть, это туда надо добавлять или нет? В общем, я не знаю. Я, наверное, ну, нет смысла экспериментировать. Маленькая баночка бульона, маленький кусочек соуса. Немножко странно. Непонятно для меня. Я могу сказать, короче, что в нашем Готэме, в этом страшном городе, где огромное количество делают всякого откровенного шлака, мы с вами нашли свет в оконце очередной. Последний раз это были Рики Су, до этого были Ниндзя Суши, до этого кто у нас там еще из таких, из приятных ребят попадался. Уж не вспомню, короче. Ну, раз в два-три месяца что-то такое выстреливает, любопытное, симпатичное. В общем, Ями-Ями абсолютно точно от меня сейчас при уставлении оценок получит лайк. Заказывать у них можно. Единственное, что я, наверное, не стал бы советовать заказывать пиццу. Она такая, знаешь, ну, если только заодно. Если только заодно. Я абсолютно точно не стал бы заказывать вот этот клубничный морс. Лучше, я думаю, что клюквенный у них адекватный. Лучше бы взяли его. Но вообще Ями-Ями красавчики. В целом красавчики. Как бы есть недостатки, но достоинство, достоинство того, что сегодня я покушал, оно перебивает недостатки. И я думаю, что они получат достойную оценку. Все, выставляем оценку. Ями-Ями просто обнял в десна. Вот она оценка Ями-Ями. Достойная оценка. Я, конечно, кое-какие штуки снизил. Ну, потому что ничего не бывает идеального в этом мире. Если, наверное, случится так, что кто-то когда-то получит все пятерки, надо будет закрывать просто обзоры. Потому что тогда не имеет смысла, не будет иметь смысла вообще их снимать. Потому что все должны будут делать так же, как этот чувак. Я еще забыл, кстати, несколько моментов рассказать. Во-первых, милая смс пришла от Ями-Ями, когда они приготовили заказ и отдали в курьерку. Заказ такой-то, приготовили с любовью. Это важный был комментарий. Курьер в пути. Вот. Поэтому молодцы. То есть в плане взаимодействия с клиентом мы позвонили, адекватно не стали перечислять весь заказ. Сейчас подтвердили, проверили адрес, все ли так, да, все, окей, окей, сдача, не сдача. Все сказали, все корректно, очень быстро прошло. Я очень доволен общением с клиентом, с администратором, с колл-центром. Вот. Потом бесконтактная доставка у них есть. Можно прям поставить галочку, но тогда только онлайн-оплата. То есть ты не сможешь оплатить наличными. И фишка, о которой я упоминал, это упаковать роллы в отдельные коробочки. Это просто бомба. То есть, ну, в основном все возят в сетах, как бы, ну, стараются компоновать, чтобы коробочки экономить. Короче, ну, они дорогие тоже коробочки. Ну, кажется, такая коробочка 15 рублей где-то стоит. Иногда и больше, кстати. Вот. Поэтому это классная фишка, которая прям вот, надо пользоваться, пока есть такая возможность, потому что когда-нибудь ребята явно уберут эту галочку, все начнут пользоваться. Из недостатков, которые вот помимо еды, которые были в ходе обзора, еще я для себя отмечал на момент заказов, то, что на сайте небольшая путаница в роллах есть. То есть ты заходишь в раздел ролла, и у тебя там, ну, все подряд там, Гункан, потом Филадельфия, потом из Блэкменю что-то. Ну, вот так вот все раскидано, короче говоря. Чуть неудобно, и немножко, значит, теряешься. То есть хочешь сначала там, грубо говоря, классические роллы, потом там такое меню, потом сушки пошли, ну и так далее. То есть немножко на сайте как-то вот скомпоновать это получше бы. И нету граммов на основных картинках. Это, конечно, такая придирка, когда ты заходишь, проваливаешься уже в определенный товар, то там уже ты видишь меленько граммы прописаны. Ну, ями-ями, как бы, ну, считай, считай, что эта информация не нужна. Я, в принципе, спорить с ними не буду. Дело абсолютно их. Но, конечно, было бы прикольно, если бы на основной картинке где-то внизу бы тоже вот эти граммы дублировались. Но это абсолютно второстепенно. А, еще, кстати, в некоторых роллах не видно полностью описания того, что в составе. Это тоже небольшой недостаточек. Ну, а так вообще придраться к этим ребят по большому счету не к чему. Так за что же я снизил баллы тогда? Ну, цена. Цена определенно не самая низкая, но при этом она максимально адекватная. Могли бы быть какие-то позиции немножко демократичнее, чем они были? Да, безусловно, могли. В частности, роллы запеченной шапочкой за 500 рублей это странное решение. Они должны стоить дешевле. Паста карбонара с таким весом, она, ну, было бы неплохо, если бы она стоила немножко подешевле. Ну, и пицца. Пицца по цене топовых пиццерий, доставок, цена, а пицца немножко поскровнее, чем опять-таки могла бы быть. Поэтому я поставил 4. Соответственно, поставил 3 в качестве вот такого ай-яй-яй, как бы удовлетворительно. Где-то есть перевесы, но где-то есть существенные недовесы. А недовесы это бабки, это не граммы. Поэтому ями-ями совет работать через весы, следить за поварами. Это сложно. Я знаю по себе, что это очень сложно. Повара поработают пару дней с весами, потом, а, я и так все знаю. Вот. Поэтому получается, что рис у них там вот где-то провалился, понимаешь. Вот не доложили. Взяли не 100 граммов риса, а 95, блин, и его не хватило. Весы для этого есть. На всех кухнях есть весы. Надо пользоваться. Но вкус-качество, естественно, я ставлю 5. Это отлично сделано. Это классные ингредиенты. Блин, классное вот это вот меню с интересными вкусами. И главное, сочетающимися вкусами. За сервис я снизил полбала, как раз вот за эти плюшечки всякие на сайте, какие-то неудобства, полбальчика забираем, чисто формально подправят и будет хорошо. Скорость 5. Несмотря на небольшое опоздание, это все равно очень быстро, полтора часа. Температура. Вот температура 3. Несмотря даже на скорость, но пицца приехала холодная, карбонар почти холодная. Том-ям. Даже несмотря на свой большой объем, не такой горячий, как мог бы быть. Вот. За температуру, за сохранение температуры, конечно, вот такая вот оценочка. Ну и лайк от меня. Они, конечно же, получают 80-80,5 баллов. Это говорит о том, что компания Ями Ями встает где-то вверх списка хороших, достойных мест, которыми абсолютно точно можно пользоваться и которые я лично от себя могу рекомендовать. Поэтому пользуйтесь на здоровье. Если к вам Ями Ями возят, то значит у вас все окей. А возят они практически по всей Москве за редкими какими-то там прогалинами. В основном почему-то на юге Москвы. Юг Москвы страдает больше всех. Ребят, ну ничего страшного. До вас тоже доберутся хорошие компании. Вот. На этом у меня все. Мне больше сказать нечего. Ями Ями красавчики. Вы красавчики, чтобы посмотрели. А я с хорошим настроением ухожу искать дальше достойной, хорошей доставки в городе Москва. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Колокольчик не забудьте, потому что говорят, что это очень важно. Всего вам вкусного. Пока. Класс. И настроение наше что? Улучшилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok